Экклесиаста, глава пятая. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие. Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал — исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори перед ангелом Божиим «это ошибка». Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты, но ты бойся Бога. Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ним — еще высший. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того, и это — суета. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его, и какое благо для владеющего им разве только смотреть своими глазами. Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Есть мучительный недух, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем его, во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, чтобы мог он понести в руке своей. И это тяжкий недух, каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер, а он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. Вот еще что я нашел доброго и приятного — есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это его доля. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его, поэтому Бог и вознаграждает его радостью сердца его. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok